Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители, в прямом эфире передачи «Якутск. Сегодня». Сегодня редактор я, Мария Ким, и мои коллеги за пультом Николай Слепцов-Айдын и Мария Сунхалырова. У нас в гостях директор Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта Нергун Валерьевич Иванов. Добрый день. Добрый день. И перед тем, как начать, я бы хотела бы вспомнить те прекрасные дни и лета, когда проходила 14-я Спартакеада Джулур по адаптивным видам спорта в Амгинском Улусе. Буквально на три минуты мы вернемся в эти красочные события. Это у нас открытие по традиции. В этом году, в июле месяце, была проведена 14-я Спартакеада, где через своих Улусов защищали у нас порядка 825 спортсменов из 24 команд. Их сопровождали 208 представителей, 63 тренера. Работали с нами еще 100 волонтеров и судей, да, организаторы. В общей сложности принимали участие 1865 спортсменов, те, которые непосредственно были заняты организацией этой Спартакеады. Так же во время Спартакеады, в дни проведения Спартакеад, скажем так, у нас главным режиссером церемонии открытия-закрытия. В Спартакеаду у нас работал директор Государственного театра и страта Татьяна Николаевича Аранская. И мы провели на высоком конденсационном уровне. В честь Спартакеады, по ее инициативе, была идея создания Спартакеады «Джулур», гимн. Мы создали гимн по видам спорта «Джулур», и мы уже будем пользоваться этим гимном уже в предыдущие Спартакеады, 15-16 Спартакеады по «Джулур» будем. Также «Джулур» посетили у нас из Паралимпийского комитета России вице-президент Паралимпийского комитета России Иван Евгеньевич Потихин, вице-президент Судоримпийского комитета России Иван Васильевич Васильев и начальник управления под активное спорта Федерального центра подготовки резерва России, сборной команды России Михаил Игоревич Калмуков. Также мы во время Спартакеады проводили паралимпийские уроки, где у нас принимали участие порядка 70 детей из коллекционных школ Амгинского луса самого и близлежащих заречных лусов нашей республики. Вообще в Спартакеаде разыгранно было 81 комплект медалей, они состоялись по трех видам спорта, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с глухих и спорт слепых. По шести дисциплинам это у нас легкая атлетика, волейбол, сидя, шашки, настольный теннис, полевая среба. И по спорту слепых включили в этом году вид спорта голбол, который является у нас олимпийским видом спорта. Мы сейчас на экране видим такие моменты, когда спортсмены готовятся. Вот и есть голбол, да? Где у нас тоже заинтересовали, и все муниципальные образования заинтересовались. И уже буквально на прошлой неделе было проведено соревнование среди заречных лусов в селе Чурабча, тоже на высоком организационном уровне. Так что я думаю, этот вид спорта в Сахаре-Якутии будет еще продвигаться вперед. И набирать обороты уже в других районах. И вот эта вот Спартакеада проходила в течение скольких дней? Спартакеада у нас проходила в течение шести дней. Отлично. Целая неделя праздника спорта. Да, спортсмены у нас соревновались, завоевывали свои медали, творили достоинства. Иргум Валерьевич, а вообще сколько людей по республике занимается адаптивным видом спорта? У нас вообще в республике порядка пяти-шести тысяч людей с инвалидностью имеется. И благодаря совместной работе с Российского общества инвалидов, с Российского общества слепых, с Российского общества глухих, у нас 12 тысяч людей с ограничительными возможностями здоровья уже занимаются, систематически уже занимаются спортом. Я не помню этих цифр, потому что у нас ежегодно она растет. И на сегодняшний день она составляет около 30% и общей численности людей, которые у нас имеют инвалидность, скажем так. У нас тоже по направлению адаптивной физической культуры и спорта у нас является по нескольким направлениям работаем. Это в первую очередь у нас оздоровление тех, которые имеют люди с инвалидностью и для лица с ограничительным возможностями здоровья. Второе у нас стоит подготовка спортивного резерва по паралимпийским, судоолимпийским видам спорта. Это не только Саха-Якутия, нашего региона, но и Российской Федерации. Также у нас идет по программе реализации, индивидуальный программ реабилитации и облитации людей с ограничительным возможностями здоровья. И они должны, ну у нас уже они проходят эту реабилитацию, облитацию, да, у нас имеется спортивный врач от Центра лечебной физкультуры. Они постоянно у нас осматривают наших людей, которые приходят к нам, и они рекомендуют занятия теми или иными видами спорта. Ну и, естественно, мы не забываем тоже информационно-методические и кадровые испечения учреждений, те, которые у нас. Ну уже география у нас уже большая становится. Сейчас мы смотрели, да, 24 луса у нас принимали участие, и в этих лусах мы стараемся, чтобы они тоже пропагандировали и развивали адаптивные виды спорта. Это вот основные направления вашей работы. Да, основные направления. А вот у меня третий вопрос возник, но мы уже на него ответили. В любом случае главным координатором является ваш Центр. Да, сейчас мы уже с 14-го года работаем, скажем так, да, но в Центре до этого работала у нас заслужена работа физкультуры Саха-Якутии Михаила Анастасия Семеновна. После нее мы уже, ну как бы продолжаем тоже ее планы, те, которые уже были планы, но мы уже стараемся внедрять. У нас в этом, ну она находится, наш Центр базируется на базе плавания на бассейне на самородок, и по порядку, я сказал, да, по программе и про, по программе реабилитации, реабилитации, у нас порядка 6 тысяч человек в год приходят, посещают наш объект и занимаются теми видами спорта, в том числе и плавание. Вообще в Центре у нас работает 14 штатных тренеров по штатной единице, да, 9 инструкторов в залах и в плавательном бассейне, самой большой ванне и еще малой ванне у нас имеется. И мы работаем по 19 дисциплинам для этих спортсменов, тех, которые рекомендованы заниматься спортом. — А какие у вас планы на 2024 год, который вот уже вступает в свои права? — В 2024 году, как мы все знаем, да, у нас будет при поддержке нашего правительства, при поддержке руководителя нашего региона, Асенса Сергеевича Николаева, нашего Министерства спорта, политической культуры и спорта, будет проводиться международные спортивные игры «Дети Азии». «Дети Азии» у нас будет этим летом, ну, в 2024 году летом, и включен наш, ну, как бы скажем, да, о том, что вольная борьба с Сурда, ну, с Сурда Олимпийского спорта, это по спорту глухих, по трех веселых категориях, в трех веселых категориях будут выступать наши юные спортсмены. Я думаю, что мы добьемся хороших результатов и не подведем доверенное нам право защищать честь нашей республики и нашего региона. — Ну и вот, не отходя от международных игр «Дети Азии», я знаю, что ваш объект выбран одним из объектов, где будут проводиться соревнования. Вот сейчас какие ремонтные работы проводятся в Самородке, и еще что нового вы туда привнесли? — Благодаря нашему правительству, нашему министерству по физико-культуре и спорту предоставлено финансирование, чтобы мы, ну, скажем так, привели в порядок свой объект, ну, ремонтные работы проводятся. В этом году мы успели до наступления холодов реконструировать входную группу, оплатив бассейна Саморода, поменяли лестницу, там, кафели покрасили и так далее. Но самым главным этим нашим внедрением, да, скажем так, у нас идет работа по установке лифтового подъемника. Если рассказать историю, в 2020 году через Госкаппарат Суросатом, бережливое производство, мы защитили два проекта, это по цифровизации, там, по счету систематических занимающихся в нашем объекте, и одним из главных у нас является установка лифтового подъемника. Да, и вот благодаря нашему этому куратору, скажем так, она уже получила финансирование, включение в инвест-программу нашей республики, и уже заканчивается, скажем так, работа по установке лифтового подъемника у нас. Это будет у нас, тогда наш объект будет полностью 100% доступный для наших особой категории граждан, то есть для колясочники, пожилые люди у нас ходят, дети с инвалидностью ходят. Ну и я думаю, это будет очень большой, ну как бы огромный вклад в развитие доступности спортивного объекта в нашем Якутске. И вот сейчас у меня вопрос о том, помимо того, что вы работаете со спортсменами, со судьбами, возможностями здоровья, вы еще работаете и с участниками специальной военной операции. Одним из направлений, скажем так, у нас является физическая реабилитация участника специальной военной операции, и подписано на соглашение у нас с Республиканским социально-оздоровительным центром комплексной реабилитации инвалидов. Мы уже подписали сотрудничество, и те, которые, ребята, участники СВО, которые приходят на реабилитацию, на каникулы, на отпуск, скажем так, и в рамках этой программы мы проходим курс у нас, курс гидрокинезотерапии в плавательном бассейне самородок. С конца февраля 2023 года наш объект посетили порядка 62 людей, которые, ну, ребята, те, которые проходят здесь отпуска и реабилитируются, которые принимали участие в спецвоенной операции, которые у нас участвуют. Кроме этого, мы уже составили информационные брошюрки, стенды вывешивали, ну, как бы пропагандируем тоже, да, это наш адаптивный спорт. Ну, не секрет, что приезжают ребята, те, которые, ну, как бы, с оборно-двигательного аппарата, у них уже пострадавшие они приходят, и наши тренера, инструкторы готовы каждому из них предложить свой вид спорта, что они могут заниматься, что, чтобы они социализировались уже в нашем обществе, да, о том, что даже в таком положении, в таком положении, когда они входят, да, тоже имеются занятия, ну, как бы, можно найти занятия видами спорта, те, которые у нас культивируются, и те, которые у нас имеются в нашей республике. Это наша главная задача. Ну, вот буквально до начала передачи мы уже говорили, то есть мы поговорили о том, что даже команда вот этих вот участников специальной военной операции, они внутри вас организовали сборную команду, и единственные от Дальнего Востока поехали принимать участие во всероссийских соревнованиях. Да, это было. Расскажите, пожалуйста. Ну, ребята, те, которые, ну, в первые, которые у нас ходили, это Батур-1, Батур-2, ребята ходили из них, когда они выехали второй, третий раз, ну, потом они общие, ну, как бы, больше половины, когда я приехала, в то время, когда у нас в городе Белово, Кемеровская область, в августе месяце, по плану уже стояло проведение спартакиады для участников этого СВО. От Сибирского федерального округа, Кубок защитников отчества она называлась, и мы создали команду отсюда, от нас выехала заместитель директора Анастасия Семеновна Михайловна, выезжала со сборной команды, и единственные от регионов, от Дальнего Востока принимали участие только Саха и Якутия, ну, правда, мало, но все-таки одна команда выехала, принимала участие, ребята, участники спецвоенной операции только там выступали, ну, как бы, да, ветераны, скажем так, по настольному интересу принимали участие, по полиовой стрельбе, по стрельбе из лука принимали участие, но В следующий год уже мы будем готовиться уже целенаправленно, мы уже на костях сборной команды у нас, ну, с ребятами находятся в контакте, они занимаются, и мы уже готовы, как бы, в следующий раз выехать полной командой. Да, ну, вот первая команда, они практически дали старт, да? Да, старт дали, так что у нас, нас заметили, от Сибирского федерального округа, от Дальнего Восточного федерального округа, одним из лидирующих, ну, скажем так, на сегодняшний день является, ну, сказали, что Саха и Якутия у нас, республика, наша регион является одним из, ну, она находится в лидирующей позиции. Я поздравляю вас, это высокое достижение, ну, наверное, помимо этого, еще и республику Саха и Якутия уже, вот, после проведения вот этих вот 14-й спартакиада Джубура, я слышала о том, что уважаемые гости, которые приехали из Москвы и из других регионов, были очень приятно удивлены о том, что у нас на таком уровне в республике проходят соревнования для адаптивников. Да, это уже, я так скажу, не секрет, уже вице-президент паралимпийского комитета России, Иван Евгеньевич Потихин, он сам паралимпиец, он принимал участие в трех паралимпийских играх, и во время церемонии открытия он даже был удивлен, приятно удивлен, очень восхищен, что в трех паралимпийских играх даже не было такого открытия, такого массового участия спортсменов, у всех единая форма, у всех парадная форма, и все, и колясочники, и поды, и Топос Бруслепых, они выходили одной командой, и, ну, это, ну, короче, они были в восхищении. И после этого они, вот, отчитывались перед паралимпийским комитетом России, когда было закрыто, ну, после этого, после приезда в Москву, они там отчитывались, ну, коротенько, что сделали, и после этого сказали, что республика Саха и Якутия, как всегда на высоком организационном уровне, провели спартакиаду Джулур, среди лиц с ограниченными оборудованиями дороги. А вот то, что вот будет в 2024 году, мы сейчас завесу тайно маленько приоткроем, да, для радиослушателей и телезрителей? — Буквально вчера получили письмо от паралимпийского комитета России, первый вице-пределитель Артем Олегович Торопчин написал письмо о том, что наш регион выбран регионом для проведения отчетной конференции паралимпийского комитета России, которые мы обозначили, ну, пока в феврале месяце, пока обозначили месяц, и во время этого конференции мы хотим провести тоже, у нас в плане стоит проведение всероссийского турнира по параплаванию на призы мастера спорта, заслуженного мастера спорта России, и участника паралимпийских игр Анастасии Деодоровой, и мы в это время будем провожать ее, так скажем, с большого спорта, готовы провести всероссийский турнир на призы нашей Насти Деодоровой. — Ну, инфраструктура республики это позволяет вообще спокойно провести, да, и принять гостей из России, из других регионов, из других стран даже, да. — А вот, допустим, возвращаясь к нашим спортивным играм «Джулур», я бы вот хотела узнать, когда будут следующие игры и в каком овосте, и, может быть, мы что-то тоже оттуда со своей стороны новое привнесем, да, вот со стороны республиканского центра. — Следующая спартакеада, 15-го уже по счету, да, спартакеада по адаптивному спорту «Джулур» уже, там, если не изменений, не будет, она «Джулур» как была, так и останется. Это же, как и, вот сказал ГИМ, тоже останется. Но место проведения у нас выбирается по, ну, в комиссии, внутри комиссии Министерства по адаптивному спорту, путемогласования наших аксакалов, наших предпринимателей, ну, там целая комиссия имеется. И в этом году выбрали, была комиссия, была выбрана УЛУС, Вилюйский УЛУС. В городе Вилюйске в 2020 году будет следующий 15-й спартакеада по адаптивному спорту «Джулур». — Вилюйский УЛУС готовится. — Да, Вилюйский УЛУС уже в полномочии начало готовиться, уже начали звонки. И по внесению изменений по видам спорта, те, которые были у нас в УЛУСе, дополнительно мы добавим еще по спорту слепых. Потому что с федерацией тоже, как я сказал, да, с федерацией мы тоже работаем в тесном контакте. И вот посовещавшись, посоветовавшись, мы уже решили включить еще один отдельный спорта по спорту слепых. То есть, я пока не могу звучать, это все равно будет поближе к этому. Поэтому по время согласования и утверждения положения о проведении спартакеады, там все будет известно и прописано со всеми регламентами. — Ну вот это вот внедрение в любом случае новых видов спорта, это же развитие. Это каждый шаг с каждым годом, все выше и выше, все вперед и вперед. Ну и, конечно же, у нас буквально 30 секунд осталось, и ваше пожелание для жителей Якутиан. — Ну, да, все жители Якутиан я призываю к занятиям спортом, независимо от возраста, от пола, скажем так, от занимаемой должности. Все должны заниматься спортом. И у нас имеется как бы, да, программа, что до 2030 года спортом должны заниматься не менее 70% населения нашей республики Саха-Якутия. — И поздравляем всех со столетием движения, физкультурного движения в Якутии. Спасибо большое, мы отходим на короткую рекламу. То же самое. Здравствуйте. В прямом эфире программы «Якутск сегодня» и во второй части мы поговорим о здоровье. О здоровье желудочно-кишечного тракта. И у нас в гостях Ариана Николаевна Тарасова, врач-эндоскопист высшей квалификационной категории и Прокопий Прокопьевич Бессонов, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, заслуженный работник науки и образования Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, я могу, как просто рядовой гражданин, сказать, что вот эти вот процедуры, касаемо желудочно-кишечного тракта, они не очень приятные. И по физическим ощущениям, и вот что Виктори Клиник сейчас предлагает нового, чтобы я, допустим, пошла и не чувствовала себя на грани практически смерти. В Виктори Клиник мы с 2021 года проводим эндоскопические исследования, такие как эзофагогастроденоскопия и колоноскопия. Мы их проводим как без седации, то есть пациент в сознании, и также их можем проводить под наркозом, называется общий тотальный внутривенный наркоз, когда человек спит и ничего не чувствует. А это вот, вот этот вот наркоз, я, допустим, прихожу и сама выбираю, делаете мне такое и делаете мне такое. Давайте микрофон я вам поближе подвину, чтобы было слышно радиослушатели на телевизорце. Пациенты, да, приходят к нам и сами могут выбрать, проходить ему под наркозом или без. Это они сами выбирают, наркоз стоит отдельную стоимость, поэтому достаточно об этом пациенту сказать, и мы делаем ему под наркозом. Однако, конечно же, как и к эндоскопическому исследованию любому, да, как и к проведению наркоза, существуют противопоказания, да. Показания и противопоказания определяет врач, может определяет гастроэнтеролог. Дмитрий Иванович, гастроэнтеролог, предварительный процент. Ну, к гастроэнтерологу приходят жалобами ко мне, но могут обратиться, если имеются симптомы диспепсии, то есть это тошнота, рвота, отрыжка и жога, может быть даже запах изо рта, в студии, шевота. И это мы направляем пациентов на лабораторные исследования, это экстренные исследования, как общая анализ крови, мочи, биохимия, анализ калака, программа, да. И это, если есть необходимость, то направляем уже на эндоскопические исследования. Это, значит, фиброгастродовиноскопия, колоноскопия, ну, это, если имеются изменения в клиниках. В клинике есть-то какой-то болевой синдром непонятный тогда для уточнения диагноза. Хорошо. Ну, более углубленные исследования, да, и ультразвуковое исследование ещё. А вы такой широкий спектр назвали, да, вот этих прохождений анализов и всего. Ну, допустим, опять же, я как просто рядовой больной, мне нужно пройти всё в одном месте. Я не хочу ходить туда, я не хочу ходить и говорить, и сдавать свои анализы в другом здании. Я всё могу сделать у вас. Да. Виктор, клиник в одном, отлично. В семье исследования проводятся, ну, никуда ходить не надо. Отлично. Это только в одном здании всё это делается. И даже вот эндоскопические исследования, ну, такие исследования. Вот гастроэнтеролог полностью всё это обследование проводит, всё индивидуальный график всё выписывает, а вы тоже проводите, да, допустим, а вдруг мне по здоровью там из-за какого-то низкого или высокого давления вдруг мне не нужно делать точечный наркоз. Вдруг мне только по показаниям я должна получить общий наркоз. Если давление высокое? Если, допустим. Вообще, конечно, пациенты с высоким давлением, да, сначала должны скоррегировать своё давление, да, получить лечение у кардиолога, потому что высокое давление, оно само по себе может привести к каким-то, ну, другим нежелательным явлениям, да, осложнениям. Если давление нормализуется, мы можем делать, в принципе, и без наркоза. Ну, вот именно по части изофагогастродуаденоскопии я бы рекомендовала всем проходить её под наркозом, потому что практически у всех бывает очень выраженный рвотный рефлекс. А выраженный рвотный рефлекс мешает осмотру вообще. Ну, когда, можете себе представить, как желудок сокращается, да, то есть... Он защищается практически, да, внедряется шланг. Да, туда внедряется шланг, и получается он при рвотных рефлексах он прыгает, да, слизистая, желудок сокращается, и нам приходится уделять больше времени на надувание и так далее. Соответственно, осмотр может быть в таком случае при выраженном рвотном рефлексе, ну, некачественным, некачественным. Вот, и я рекомендую в таких случаях лучше под седацией проходить. Также выраженный рвотный рефлекс может приводить к некоторым осложнениям, таким как осознение слизистой оболочки, да. Вот. Ну, в общем-то, когда мы говорим о том, как нужно смотреть пациента при гастроскопии, да, здесь очень важно не посмотреть быстро, да, то есть если мы смотрим человека быстро, да, в течение менее одной минуты, то мы можем пропустить какую-то патологию, да, то есть при изофагогастродиоденоскопии, да, мы смотрим пищевод, желудок и часть двенадцатиперстной кишки. Когда мы смотрим, мы должны отмывать слизистую оболочку пищевода, желудка и кишки от слизи, от желчи, от пены, да, и это занимает достаточно, ну, бывает время, да, это не одна минута. Европейское гастроэнтерологическое сообщество рекомендует смотреть не менее семи минут, семи минут, чтобы полностью разобраться. Я знаю докторов, которые смотрят только желудок, двадцать минут, конечно же, они работают только в седации, и в таком случае увеличивается процент нахождения ранних форм рака желудка. Вот спасибо огромное, честно, вот Викторе Клиник за то, что они внедрили такой вид, да, вот, чтобы я имела право не чувствовать физически вот эту вот боль, глотая шланги и просто уснуть и проснуться через некоторое время, да? Да. Ага. И это с 2000 какого года? С 2021 года. Угу. Сначала 2021, ну, получается, мы уже третий год работаем. Третий год, но оказывается, не все, не все наши жители, наши республики не знают, что у нас проводятся такие исследования под седацией, ну, во сне. Я тоже не знала. Я вот когда узнала, я так обрадовалась, потому что, ну, для многих, да, это реально очень большие физические страдания приносит, потому что… Да, именно поэтому, именно из-за физических страданий во время исследования очень многие отказываются от прохождения этой самой процедуры и затягивают процесс. Затягивают и могут прийти уже на поздней стадии онкологического процесса, когда уже, ну, там, четвёртая стадия, там, когда эндоскопия должна быть направлена на то, чтобы находить ранние формы рака и желудка, и ободочные кишки. И вот… И если вот у наших телезрителей и радиослушателей есть вопросы, вы можете позвонить по номеру 320066 и 321166, чтобы задать вопрос нашим врачам. Прокопий Прокопьевич, расскажите, пожалуйста, а есть ли вообще какие-нибудь исключения, чтобы прям не обследовать человека? – Так, ну, я бы хотел немножко рассказать, что новое, да, сейчас есть в гастронтерологии, это изучение микробиоты человека. Ну, это сейчас важную роль отводят, ну, это вредным бактериям, да, ну, если сказать по-простому, да, и это хорошим бактериям. У человека, ну, это содержится до 2-3 килограммов бактерий. И эти бактерии полностью не изучены. То, что вот мы изучили, да, ну, сейчас, да, это патогенные бактерии Helicobacter pylori. И, ну, этот… Мы проводили эпидемиологическое исследование с Институтом терапии город Новосибирск, руководитель доктор-наук профессор Светлана Арсентьевна Курилович, доктор-наук Олег Вадимович Решетников. И мы это проводили, ну, это исследование экспедиции населения, ну, сплошное исследование в районе. И установили очень высокую распространенность вот этой инфекции, патогенной инфекции Helicobacter pylori. И это, наконец, научно доказали, что это основная причина трофического гастрита у нас на Севере является вот эта инфекция Helicobacter pylori. Ну, долго считалось это загадкой, но считали, что это может быть влияние этого холодного климата. Ну, конечно, климат тоже оказывает влияние, но сейчас вот это большое внимание уделяется микробам, бактериям. И вот раннее вот лечение этой инфекции, ну, Helicobacter pylori предотвращает развитие каскада коре, так называемого, это атрофическая гастрита, профилактика атрофического гастрита. Называется каскада коре? Нет, это каскад коре, это показывает то, что в начале инфекции Helicobacter pylori вызывает атрофический гастрит, эрозии, язвы и рак желудка. Может вызвать. И поэтому вот остановить надо вот этот каскад коре, да, излечиться от этой инфекции, тогда не будет развития атрофического гастрита. И это в Викторе клиник проводятся все исследования, ну, есть все вот эти исследования лабораторные, да, это определяется в кале Helicobacter, можно сдать кал, да, или кровь на инфекции Helicobacter pylori. И это потом обратится... А еще быстрый ульязный тест? Да, есть еще быстрый ульязный тест, да. Ульязный тест во время эндоскопии как раз берется... Вот столько красивых слов медицинских. Мы проводим это лечение антибиотиками, да, это излечиваем эрадикационную терапию проводится, и тем самым мы проводим профилактику рака желудка. Угу. Уважаемые спикеры, у нас телефонный звонок. Послушаем. Ну, надевайте наушники. Алло, да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, как узнать, что у меня полипы, и удаляют ли в Викторе Клиник полипы? Полипы при колоноскопии или при гастроскопии? Наверное, любые. Не слышно. Ну, полипы при колоноскопии удаляются во время сразу, во время исследования сразу, если эти полипы небольшие, да, то есть их размер не превышает одного сантиметра, и если они имеют широкое основание. Все полипы, которые имеют ножку или они большие, то их мы отправляем в стационар для удаления. Если полипы обнаруживаются в желудке, в желудке очень редко обнаруживаются полипы, но, однако, они есть. Они могут удалиться при биопсии, если они очень маленькие, да, если же они большие, то также отправляются в стационар для дальнейшего удаления этих полипов. А полипы в желудке бывают? Бывают. Но в редких случаях, да? Они не так разнообразны. Намного реже, чем в кишечнике, да. Я вот, например, посмотрела статистику. У нас в этом году было проведено порядка 1400 исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, да, и там мы обнаружили пять, у пятерых онкологический процесс, да. Значит, и у двоих был более распространённый, да, а у троих я обнаружила их, ну, очень маленький. А в кишечнике было проведено всего где-то 400 исследований, да, и было обнаружено девять онкологических процессов. Девять. Ну, то есть, как бы, кишечник – это такая проблема, да, которой надо обследовать кишечник, да, чтобы выявлять полипы, выявлять рак на ранней стадии, да, чтобы они не приходили на поздней стадии. Почему я всегда акцентирую внимание на колоноскопии? Потому что на ФГДС пациент так или иначе придёт, да, его всё равно кто-нибудь направит. А на колоноскопию почему-то всегда меньше, да, то есть, если мы 1400 вот за год сделали гастроскопии, и всего лишь 400, да, ну, получается сколько? Ну, одна третья, да? Из них. То есть, меньше в три раза. То есть, я стремлюсь в своей работе как бы уравнять гастроскопию и колоноскопию, чтобы пациенты одинаково приходили. А к кому приходить на колоноскопию, это все те, у кого есть 45 лет. 45 лет стукнуло, значит, надо пройти вот это обследование, колоноскопия. Это называется скрининговая колоноскопия. Скрининг – это значит, когда мы делаем обследование, когда нет ещё никаких симптомов, нет совсем ничего, ни болей, ни крови в калии, да, а ведь пациенты приходят только тогда, когда появляется какая-то боль, или даже кровотечение уже из прямой кишки. Так, некоторые даже и не думают, что может кишечником, там, с кишечником что-то случится, ну, микрофлора разрушится. Ну, чтобы там были полипы и всё остальное, то, что вы сейчас нам рассказали. Так, а вот я бы хотела быть телезрителями, радиослушателем. Ой, извините, у нас ещё один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь, у меня даже мнение такое. А в 30 лет на колоноскопию надо приходить? То есть, видимо, в разном возрасте это нужно делать. Значит, колоноскопию в 30 лет можно делать по показаниям, да, если есть какие-то проблемы, если у ваших родственников первой линии, да, есть онкология именно по кишечнику, то в этом случае, когда мы говорим о родителях, да, если, например, у отца или у матери был рак кишечника, например, у отца выявили в 50 лет, да, рак кишечника, то ребёнку, вот этого человека нужно проходить колоноскопию за 10 лет до 50, значит, в 40 лет он должен проходить. Потому что он уже предрасположен. Да, есть. Так, я бы хотела бы сейчас для наших телезрителей и радиослушателей напомнить адрес, по которому вы можете обратиться в Викторик клиник, и записаться можно по телефону 421-00, по WhatsApp также можно сделать запись, по номеру 8-914-226-5252, или прийти на очную встречу с врачами по проспекту Ленина, дом 61, дробь 2. К сожалению, наши 20 минут так быстро пролетели, и вот в блоке касаемо здоровья я бы хотела бы, чтобы вы по-быстренькому в двух-трех словах пожелания сказали нашим радиослушателям, и через эти 15 секунд у нас осталось. Ну, я бы пожелал всем радиослушателям и зрителям обращаться.